Доброе утро, дорогие друзья, у микрофона Айдара Байдулов. Сегодня в рубрике «Утренний кофе» у нас серьезная, такая актуальная тема, и в то же время сложная. Поговорим мы про обязанности мужчин, которые попадают, ну или могут попасть под частичную мобилизацию. Помочь разобраться в этой непростой теме поможет нам, как обычно, управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев. Станислав, доброе утро. Доброе утро. Действительно, тема такая сложная, и надо, наверное, сказать, что говорить мы как раз будем на такую тему, которую сейчас редко обсуждают, о том, что именно какие юридические последствия, как любое действие влечет мобилизация, что нужно делать, чтобы защитить себя, свой бизнес, свое имущество и так далее. Все верно. Сегодня мы говорим не про то, как, собственно, не стать мобилизованным, мы говорим про те обязанности вас как взрослого мужчины. Мы понимаем, что в первую очередь эта ситуация относится к мужчинам. Понятно, что мобилизации подлежат и определенная группа женщин с определенными специальностями, но как бы это все-таки не такая большая часть. Так вот, я бы хотел сегодня поговорить о том, что нужно сделать в первую очередь, потому что вы фактически очень быстро выпадаете из той активной, иногда в том числе и деловой жизни. И, собственно, какие дела нужно завершить, что вообще делать в этой ситуации, как сделать так, чтобы вашим родным, близким, может быть, вашим партнерам по бизнесу было не так тяжело в ваше отсутствие, потому что мы понимаем, что между получением повестки и, так сказать, когда вас заберут, проходит крайне немного времени. И не всегда бывает... Для некоторых это стресс, и когда не знаешь, как, куда сориентироваться. И стресс... Ну, во-первых, мы говорим, составьте список имущества, да, что у вас есть, мы об этом поговорим, зачем, я думаю, примерно понятно. И какие у вас есть обязательства и перед кем. Потому что нужно понять, кто их будет исполнять, кто будет платить по кредитам. Понятно, что Центробанк сказал, что не нужно там начислять пене, да, но платить по кредиту там, условно, тело и проценты, пока никто не сказал, что не нужно. То есть формально вы это должны делать. Да, вы это не сможете сделать с кнопочным телефоном. Да, либо у вас должны быть денежные средства на счету, и они-то оттуда списываются. Но кто-то это все должен организовать. И это все не так уж и просто. Ну, прежде чем мы продолжим разговор, я хочу сказать нашим слушателям, если у вас есть вопросы по теме сегодняшней беседы, вы можете писать свои сообщения, отправлять свои сообщения к нам в Вайбер и в Телеграм. Номер плюс семь, девять шесть два, двести пятьдесят сто пять и два. Девять шесть два, двести пятьдесят сто пять и два. Итак, Станислав, к чему все-таки нужно готовить человеку, который получил повестку на мобилизацию? Ну, как я уже сказал, самая первая ситуация, она еще более-менее такая привычная, можно сказать, легкая, ну если это уместно в этой ситуации, то, что вы выпадаете из той привычной жизни, которая у вас есть. То есть вам нужно, вот самый очевидный и простой совет, сделать нотариальную доверенность на распоряжение тем имуществом, которое, собственно, без, ну, ваше отсутствие, мы говорим о том, что это могут месяцы, а может быть и больше, да, не сможет само себя управлять, да, то есть это может быть квартира, которую вы сдаете, это может быть просто ваша квартира, которую, извините, но вашей семье нужно будет, не знаю, продать, и, допустим, если она захочет переехать в другой. Ну, бывает же, чтобы как раз вот, ну, пришла повестка, да, у человека как раз в процессе, что называется, сделки, да, он там выставил квартиру на продажу и так далее. И вы должны об этом позаботиться заранее, то бишь уже прямо сейчас, если вы понимаете, что вам не 70 лет и, соответственно, уже есть 18, да, и у вас есть имущество, в том числе денежные средства на счетах, в том числе кредиты, какие-то иные обязательства, потому что представьте себе, что произошло ДТП, кто-то, как, кто будет оформлять, то есть вы недооформите этот процесс. Вы правильно сказали, это может быть какая-то сделка, это могут быть вклады, с которых вы снимаете, допустим, деньги и живете на них. Это могут быть дивиденды вот каких-то акций, они будут по-прежнему перечисляться на ваш счет, а кто сможет снять эти деньги. И в данном случае нужно понять, вот это я доверяю маме, вот это вот сестре, а вот это жене, а может быть детям, а может быть всем сразу. Тут нужно четко понять, составить список, еще раз говорю, того, что у вас есть, и кто и как этим будет распоряжаться. И опять же, если сейчас у нотариусов могут быть очереди, да, то, допустим, распоряжение счетом в банке можно сделать в самом банке. Чаще всего это бесплатно и достаточно быстро. То есть можно снимать деньги, можно вносить, заключать там новые договоры. То есть не нужно дожидаться, когда придут представители военкомата и вручат вам повестку. Лучше заняться вот этим прямо сейчас. Прямо сейчас. Любому фактически мужчине, который... Если вы потенциально не освобождены от воинской службы, да, то нужно об этом позаботиться. Потому что еще раз говорю, времени на то, чтобы это сделать потом, фактически не будет. Ну, и так, мы говорим, что подготовиться нужно заранее. Соответственно, нужно идти к нотариусу и подготовить доверенность. Да, и по поводу доверенности есть такая ситуация, что вдруг у вас есть имущество где-то в других городах, или надо будет кому-то быстро пересылать доверенность, тоже можете не успеть. Поэтому имеет смысл сделать электронную доверенность. Она с QR-кодом, либо дается ссылочка, да, можно в Вайбере, в WhatsApp, там, в любом. Хоть по СМСке отправит спин-кон, и любой человек, ну, собственно, не только любой, а тот, кому вы доверили, да, сможет открыть. И эта доверенность, хоть она будет распечатана, вот, листа 4, она будет юридически действительно, так, как если бы стояла синяя печать нотариус. Потому что по этой ссылке можно скачать доверенность, подписанную электронной подписью. Электронная, то, что раньше цифровой подписью называлось. А где оформляется такая электронная? Также у нотариуса. Все тоже у нотариуса. И второй вариант, если у вас есть какие-то дела, связанные, так сказать, в электронном мире, имеет смысл передать доступ к своим аккаунтам, может быть, в социальных сетях, которые вы ведете, да, доверенным людям, да, если вы этим занимаетесь самостоятельно. Потому что потом тоже передать будет сложно. Ну, может быть, сделать второго администратора, дать, в общем-то, передать симку, в том числе, может быть, чтобы смс-ки можно было бы получать. Мы понимаем, что двухфакторная авторизация часто. Ну, и имеет смысл сделать еще электронную подпись, свою личную, да, и в том числе ее оставить, может быть, родным. Потому что некоторые сделки, допустим, с недвижимостью сейчас можно сделать с электронной подписью. И юридически в обычной жизни это не очень правильно отдавать свою электронную подпись, потому что будет считаться, что это вы сами подписали. Но в текущих условиях это может быть еще приемлемый вариант. Но, тем не менее, да, вот получается, человек оставил доверенность, доверил право управления своими денежными средствами, имуществом, да. А куда пойдут вот эти средства, что называется, опять же, те же дивиденды, кто их будет снимать, кто их будет получать? Более реальная ситуация, у вас есть вторая квартира, досталась от бабушки, вы ее сдаете. Получаете ежемесячно определенный доход. И в этой ситуации ваш представитель фактически будет эти деньги забирать. И да, это не его деньги, он их не может присвоить. Вы можете, собственно, прийти и потребовать, чтобы вам их вернули. Вообще у нас, в принципе, в юридической фирме «Солнцев и партнеры» есть услуга доверительного управления. То есть мы можем взять контроль за таким человеком, за таким представителем на себя. Будем, соответственно, проверять, как он все делает, похитил ли он ваши деньги. Чтобы он складывал, допустим, на счет вашей семьи или на отдельный счет, где будут копиться эти деньги. Естественно, получая определенное вознаграждение. Ну, то есть это в том случае, когда тот человек, который выдает доверенность, да, какому-то не очень доверяет или хочет перестраховаться, да, чтобы... Вы знаете, вполне, если у вас много имущества, либо оно какое-то сложное, либо это, там, может быть, бизнес, то эта услуга вполне себе может быть интересна. И действительно, вы правильно сказали, вопрос доверия. Ну, доверяй, но проверяй. Станислав, не очень веселая тема, конечно, но все-таки что делать на случай худшего исхода? Ну, худший исход у нас, к сожалению, это смерть. И как бы это неприятно было сознавать, нам всем нужно об этом думать. И не только вот в ситуации с мобилизацией, где это немножко ближе кажется. Вообще есть такая правильная вещь, как наследственное планирование. И это наследственное планирование, оно предполагает, что вы четко определяете, какое имущество, ну, при условии, что у вас есть больше одного объекта имущества и больше одного наследника. Ну, мы понимаем, что это, в первую очередь, наследники, в первую очередь, это родители, это братья, сёстры, супруги, дети, соответственно, да, супруг или супруга текущая, да. Поэтому, если вы хотите как-то изменить этот порядок для того, чтобы не было долевой собственности, чтобы потом у каждого там по одной четвертой и одной шестой не оказалось, чтобы не создавались коммуналки в жилых квартирах, а мы понимаем, если больше двух собственников в квартире, это будет коммуналка, если они там реально живут. А если это бизнес или, я не знаю, там, лошади для верховой езды или какие-то животные, да, которые вам очень дороги, но, извините, их никто не будет, вам нужно четко определить, кому и что достанется и на каких условиях. Это вообще отдельный достаточно большой разговор. Напомню, сегодня мы обсуждаем мобилизацию, а в частности, какие юридические обязанности есть у мужчины в это время у нас в гостях в студии управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев» и партнера Станислав Солнцев. Завершили мы первую часть на таком вопросе, как наследственное планирование, да, это все, конечно, экстренное, ну, честно говоря, вот, ну, наследственное планирование, оно же подразумевает достаточно... Обстоятельно, длительно, выяснить. В нынешней ситуации, боюсь, для наследственного планирования времени не остается. Практически нет, но есть определенные все-таки решения, ну, как я, с чего я, собственно, начинал сегодня, мы начинали наш эфир, это то, что вы должны понять, какое у вас есть имущество. И есть варианты ставить все по закону, будет практически там в равных долях всех там братья, сестры, родители, дети, супруг, ну, супруг там половина, если совместно нажитое имущество еще получит, а потом уже все разделится в порядке наследования. В этой ситуации, если у вас нечего особенно делить, то, конечно, заморачиваться вам, может быть, и не надо. А вот если у вас есть больше одного наследника или больше одного объекта вашего имущества, не знаю, там, квартира и дача, квартира и земельный участок, машина. Кстати, машину нельзя оформить на несколько человек, может, только на одного. Как они там будут ездить и делить, тоже всегда вопрос, это споры. Если у вас есть бизнес, то вообще по-хорошему нужно договориться о том, кто им будет управлять, а вообще будет ли им кто-то управлять из ваших наследований, а способны, а хотят ли они. Или у вас есть автомобиль, а тем, кому вы завещаете, они, может, ездить на нем не будут. Ну, хорошо, вы его продадите, да, мы его продадим. Нет, он нам совсем не нужен, значит, надо кому-то другому завещать. Ну, бывают разные жизненные ситуации, разные отношения между братьями, сестрами, родителями, так сказать, детьми, да, поэтому это сразу нужно учитывать, и вы в голове должны все это держать, потому что, если вы завещаете неправильно, то то имущество, которое ему не нужно, то оно будет прозябать. И у нас, к сожалению, люди знают, что у них есть права, но не знают, что у них есть обязанности, потому что, извините, ну, подарить могут и оружие, и антиквариат, и животного, которым нужно содержать. Разные бывают ситуации, и есть фермеры, да, у которых могут быть большое поголовье скота, а кто будет заниматься, если этот человек выпадает из вот этой вот обычной жизни? Да, наверное, так не должно быть, и сейчас есть определенные законопроекты на этот счет, чтобы там индивидуальные предприниматели, у которых есть там более пяти работников, чтобы руководители и фирм не мобилизовывались, по крайней мере, на какое-то время. Но это все пока проекты, они существуют достаточно давно, еще с весны этого года, но это еще не закон, то есть... Но мы оперируем теми понятиями, которые являются законами сейчас, на сегодняшний день. Да, то есть самое важное в этой ситуации уже сейчас понять, кому вы что хотите отдать, договориться с ними, чтобы они это делали, чтобы они следили за этим имуществом. Ну, извините, может быть, ситуация не обязательно смерть, но и безвестно отсутствующий. Человек потерялся, попал там, не знаю, в плен, к сожалению, да, такое случается, и его могут признать умершими, хотя он потом вернется. Все это будет откатываться назад, но кто-то должен этим заниматься. И когда мы говорим, если у вас есть бизнес, если вы руководите фирмой, то, естественно, там вообще другая ситуация. Вам нужно предусмотреть, что будет другой руководитель вместо вас. То есть вы уже сейчас должны об этом думать. Вот, кстати, если говорить о предпринимательстве, в частности, об индивидуальных предпринимателей, что им нужно делать, какие нюансы есть в случае, когда перед мобилизацией... К сожалению, индивидуальным предпринимателям сложнее всего. Точнее, тем, кто у них работает, кто с ними работает. Потому что это не должность, ее нельзя кому-то передать. Вы руководитель, вы можете назначить ИО, вы можете написать решение о назначении нового руководителя, и, грубо говоря, сделать это очень быстро, и даже иметь шаблон в столе. Вы успеете это сделать. Ну, при условии, конечно, что вы до этого в уставе написали, что вы можете без нотариуса принимать эти решения. Потому что, к сожалению, тоже многие вещи завязаны на нотариуса. Но, опять же, у ИПшника что? Вы можете либо дать доверенность, опять желательно сделать это нотариально, крайне желательно, на управление тем имуществом, которым оперирует этот индивидуальный предприниматель. На распоряжение банковскими счетами, да, придется кому-то предоставить такую возможность. Может быть, это будет сотрудник. Может быть, это будет ваш партнер-сотрудник. Потому что просто так взять и поменять на другого и понельзя. Да, можно начать перезаключать на кого-то другого, но вы не успеете это сделать. Это очень долгий процесс. Ну, в принципе, если вы оставите, условно говоря, генеральную доверенность на ведение своих дел, то и предусмотрите этот вариант, то может ваш партнер создать ИП и начать переоформлять. Но бизнес будет уже не ваш, вот в чем момент. То есть, вообще, бизнес-партнерство в формате ИП – это не бизнес-партнерство. Это риски всегда одного или другого. И в данном случае не того, кого… То есть, это проблема для тех, кого он мобилизует. Но при этом же у индивидуального предпринимателя, ну, по крайней мере, насколько мне известно, пока остаются все обязательства и по платежам, и по налоговым, и по сборам. Все верно. Все верно, обязательства остаются, отчетность надо сдавать, налоги надо платить. Если вы сейчас начнете считать в интернете, скажут, заплатите заранее, все налоги сдайте, выдайте доверенность на бухгалтера – да. Но заплатить налоги не всегда финансово возможно заранее. Конечно. Поэтому, извините, нужно готовить условного преемника. Об этом надо думать всегда. Пусть временного, но преемника. И я бы сказал, еще есть другой вариант, когда вы можете передать в доверительное управление ваше имущество. Потому что с вашим ИП произойдет такая ситуация, если вас призовут в порядке мобилизации, вы не можете официально заниматься ИП. Вроде как даже и основания такого заблокировать счет в банке нету. Но вы не совсем действующие ИП в этой ситуации. Закон не до конца эту ситуацию предусмотрел. Я имею в виду Гражданский кодекс и его, соответственно, регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. То есть ваш статус такой, да, вы пишете в пенсионный фонд, чтобы вы приостановились, чтобы вам взносы не начисляли. Но это все. Банк вроде как и не знает об этом, да, но это сейчас, а может быть через месяц начнут блокировать счета таких людей. Непонятно, как это будет. То есть нужны изменения в законодательстве, но это все наши желания, наши хотелки. А сейчас этого, к сожалению, нет. То есть доверительное управление, это есть те, кто профессионально этим занимается. В каком-то смысле мы тоже, как юристы, можем в определенной части либо этим заняться, либо проконтролировать, чтобы это имущество не было распродано за копейки. Потому что доверительный управляющий часто может продать это имущество. Но чаще всего люди, конечно, оставляют доверенность. И по этой доверенности можно тоже все, скорее всего, продать. Потому что она будет, опять же, генеральной. И кто-то должен это контролировать. И я бы в этой ситуации предложил бы юриста, которому вы доверяете, который разбирается в бизнесе. Ну, бизнес-юрист, не тот, кто занимается семейными делами или какие-нибудь там вопросами военной службы. То есть это бизнес-юрист, который проконтролирует. Вот, собственно, такая ситуация. Ну, если подвести итог сегодняшней беседы, давайте, может быть, напомним такие основные пункты. Что должен знать наш слушатель, мужчина, который подлежит мобилизации или попадает по частичной мобилизации? Если вам от 18 до 70 лет, там, с определенными допущениями, да, в зависимости от звания, служил-не служил и учетной специальности, да, есть определенный риск оказаться в состоянии мобилизованного. Поэтому вы должны составить список имущества, вы должны составить список своих долгов, обязательств, сегодняшних и тех, что будет через год, к примеру. Вы должны найти родственника, супруга, сына, мужа, жену, по-разному бывает, и объяснить всю ситуацию, чтобы эти люди были в курсе, какие долги, что нужно платить. Если вы этим занимаетесь, мы понимаем, что мужчины часто занимаются, в том числе, финансовыми вопросами, имущественными, женщины могут платить коммуналку, ну, у каждого по-разному, но чаще всего бывает, что такие вот юридические, ну, формальности все-таки на мужчинах. Оставьте завещание, уже сейчас об этом задумывайте, сделайте нотариальную доверенность в электронном виде на все имущество и тем лицам, которым вы доверяете. Если хотите, если много имущества, передайте в доверительное управление тем, кто это профессионально занимается. Обратитесь к юристам, чтобы они вам помогли разобраться в вашей ситуации, если у вас больше, чем одна квартира или машина, потому что бывают такие вопросы. Ну, и постарайтесь максимально завершить те дела, которые у вас есть, так, чтобы не оставлять хвостов, если что-то пойдет не так и вас мобилизуют. Не дожидаясь повестки. Безусловно. Прямо сегодня, прямо сейчас. Друзья, заканчивается у нас время в эфире. Ну, а если у вас есть вопросы, связанные с возможной мобилизацией, которые связаны с имуществом, то, конечно же, звоните в юридическую фирму «Солнцев и партнеры». Телефон 658637, 658637. Обращайтесь, но я напомню, что сегодня гостем студии «Балтик плюс» был управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев. Станислав, спасибо вам. Я думаю, что эта информация будет полезна. Спасибо.